Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас Макдональдс. Взяла себе латте. В этот раз мне не пролили. А где пеночка, а где все остальное? Или латте по-разному называют, но да ладно. В общем, два у нас таких бургера. Это макчикены. Взяла вот такие вот тостеры. Точнее, это один просто разделенный на два. Вот такие вот тостеры взяла с сыром. И вроде как был огромный такой заголовок, что скидка 20% на все бургеры зашла в приложении, но никаких там скидок я не увидела. Обычно, когда скидка, цена перечеркнута и новая цена. Не знаю, может, глюк приложения, но я заплатила по полной стоимости. Ммм, какие вкусные тосты. Сейчас покушаю. И как вы думаете, куда я? К зубному. У нас стал день Х. Хотела пойти с мамой. Но у мамы там вопросы со стульями. Сейчас позже расскажу. С табуретками, точнее. У парня тоже свои дела какие-то. Поэтому придется мне идти одной. Но, в принципе, там ничего страшного. Просто зуб надо удалить два зуба. Зубы мудрости. У меня соус есть. Что-то пока что без соуса хочется. В общем, месяц назад мы заказали табуретки. Вот я сижу сейчас на одной табуретке. У нас таких было 5 штук. Они все сломались. Мама решила заказать новые табуретки. Заказала, заплатила деньги. Спросила, когда будет готово. Сказали, в течение 3-4 дней. Потом проходит неделя. Ни слуху, ни духу. Мама опять звонит. Спрашивает, ну что. Они сказали, что сейчас не готово. Но буквально через 2 дня будет готово. Я вам позвоню. Проходит еще одна неделя. И опять табуреток нет. Мама звонит. И уже в этот раз он не берет трубку. Проходит еще пару дней. И он говорит, что вот уже почти все готово. Просто лак должен высохнуть. Поэтому, наверное, сегодня не успеем. Давайте уже завтра я привезу. И мы такие, ну окей. Все значит готово. Проходит еще неделя. Ни слуху, ни духу. Вчера мама звонила. Не дозвонилась. Знаете, до меня одно не доходит. Почему сразу нельзя сказать, что, например, ваши стулья будут готовы. То есть табуретки. Через 3 недели, например. Насколько я знаю, табуретки готовятся из остатков. Из кусочков. И, наверное, не всегда эти кусочки есть. Но просто можно сказать, что будет готово через неделю. Зачем говорить, что я завтра привезу. Только покрыли лаком. И это должно высохнуть. Ты все-таки ждешь. Какие-то планы строишь, правильно? И вот сегодня мама звонила. Ну, он сказал, что приходите в 4 забирайте. Мама сказала, я приду в 5. Но чтобы обязательно табуретки были там. То есть там нет доставки до дома. Он просто должен был доставить в магазин. А из магазина уже на такси мы сами. 4 табуретки всего. То есть, опять же, не осуждаю человека, который изготавливает эти табуретки. Возможно, действительно не получается. Но если ты говоришь, что завтра будет готово, а завтра говоришь, что через неделю, значит, ну, ты врал. Не знаю. Сегодня получится забрать табуретки или опять что-то пойдет не так. У меня то же самое было, когда я заказывала мебель в свою квартиру. Я заказала мебель. Спросила, когда будет готово? Мне сказали, максимум 10 дней. Я из деревни, приезжаю в город. Думаю, блин, привезут мебель, а меня, например, не будет дома. Или позвонят, скажут, ну, внизу. Чтобы не подвезти людей, я приезжаю. Звоню им. Там девушка берет трубку и говорит, номер вашего заказа. Я говорю номер и так далее. и она говорит, что еще не начали даже изготавливать. Мы забыли про ваш заказ. Я говорю, если вы забыли, так и не надо изготавливать. Забейте. Ну, хорошо, что в том случае у меня не было предоплаты. Потом, где-то через полчаса мне перезвонили и сказали, что вы знаете, девушка ошиблась. На самом деле, мы не забыли про ваш заказ. Мы все помним. Просто дело в том, что наш мастер заболел коронавирусом. И две недели он болел. Я сразу сказала, если две недели он болел, неужели нельзя было меня предупредить? А у меня, знаете как, у меня так впритык было. То есть, я не могла ждать две недели. Мои квартиросъемщики уже должны были заселиться. А как они заселятся, если нет ни кровати, ни шкафа, ни табуреток, ничего, короче, да? Поэтому я сказала, я вам предоплату не давала. Правильно? Правильно. И думаю, хорошо, что так сделала. Я говорю, я куплю поддержанное. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. Обожаю макчикен. Я помню, мы учились на первом курсе универа. Сколько лет назад это было? Лет пять назад. Такое ощущение, что вчера это было. с подружкой после первой пары шли в Макдональдс, покупали себе два макчикена, колу. У нас просто Макдональдс был очень близко расположен к университету. Это было очень удобно. Там были всякие акции до обеда, которые мы учились как раз таки утром. было очень удобно. И то ли мы повозрослели, то ли раньше все такие были. Даже идеи пойти в какой-то, не знаю, ресторан не было. Вот Макдональдс это было самое-самое любимое. Попробовать разные заведения, не знаю, пробовать разные блюда, не было даже никакого желания. Вот одно и то же постоянно. В общем, покушаю и пойду к зубному. Но если у меня пару дней не будет возможности снимать для вас мукбанки, чтобы не шокировать вас вот такой вот щекой. То, наверное, я просто буду сидеть и снимать для вас, точнее, рисовать для бумажного канала. Идеальное решение. Недавно смотрела одного блогера, и она рассказала про проблему в отношениях. Там в слезах записала видео. А потом следующее видео через два дня. У нее уже отличное настроение. И все зрители, вообще это нормально, чувствуют себя обманутыми. То есть, как будто она специально сняла это видео, чтобы просто хайпануть, чтобы просто заработать. И вот тут я понимаю, как правильно я делаю. Когда у меня какие-то проблемы с парнями, иногда бывает там я плачу, еще что-то расстраиваюсь. Я стараюсь не ставить перед собой камеру, хотя хочется. Хочется прям нажаловаться прям вам. Потому что вы пожалеете и так далее. Но потом, если мы помиримся, все будет хорошо, вы будете чувствовать, как будто я вас обманула. Поэтому я стараюсь не рассказывать такие моменты. Я вот вам расскажу, если я окончательно на миллион процентов рассталась, вот в таком случае я сяду и все вам расскажу. Здесь есть вероятность. Потому что мы помиримся. Мне кажется, не стоит снимать подобные ролики. Это очень сильно отталкивает аудиторию. Они думают, что как бы на их чувствах ты играешь. Вы думаете, у меня все гладко. Ни у кого не гладко. Ситуации разные бывают. Кто-то мне написал. О чем я говорила? Кстати, я к стоматологу к другому иду. Мой обычный стоматолог он делает недорого. Вот. Но этот стоматолог, к которому я сейчас иду, говорят, что он очень хороший специалист. Я, конечно, понимаю, что я переплачу, где-то в три раза больше заплачу. Но одежду можно купить Шейн. Обувь тоже. Пофиг. Но на своем здоровье экономить нельзя. Тем более на зубах. Сколько себя не помню. Вот реально, ребят. Всю жизнь я хожу к стоматологу. То брекеты, то чуть-чуть у меня кариес появился, все, я бегу сразу. Вечно. Но когда смотришь на мои зубы, не скажешь, что я так часто посещаю стоматолога. Не знаю, зачем взяла картошку фрим. Она мне в Макдональдсе вообще не нравится. Так. Как же. Все. Вместе.